70% нашей планеты покрыта водой. Тем не менее, вопрос отсутствия воды очень остро стоит во многих странах. Земля постоянно меняется, извергаются вулканы, подвергается наводнениям, смерчам и оползням. Все эти природные явления и, конечно же, вредная антропологическая деятельность людей приводят к серьезным изменениям экосистемы планеты, таким как высыхание морей и других водоемов. Давайте узнаем, какие моря и озера могут полностью исчезнуть в ближайшее время. Мертвое море Мертвое море представляет собой очень соленое озеро, которое находится в низшей точке нашей планеты. Когда едешь по дороге к морю, уши начинает закладывать, так низко оно находится. К сожалению, Мертвое море постепенно высыхает, а найти необходимые запасы воды, чтобы поддерживать уровень моря очень сложно. Каждый из нас знает, что в этом море нельзя утонуть. Уровень соли в нем больше в 9 раз, чем в Мировом океане. Поэтому купаться долго в нем запрещено. Мертвое море насыщено минералами и довольно плотное, похожее на масло, которое смешали с песком, а не на обычное море. Мертвое море является уникальным барометром, показывающим состояние окружающей среды, ведь на этой территории случается частая нехватка воды. Количество соли и плотность моря повышаются, когда уровень воды снижается. Мертвое море может действительно уменьшиться в размерах, когда количество поступающей в море воды будет примерно одинаково с количеством испарений. Мертвое море уменьшается катастрофическими темпами. Каждый год его уровень уменьшается больше, чем на метр. Побережье покрывается трещинами и глубокими ямами, которые несут серьезную опасность для туристов и местных жителей. К 2050 году, по прогнозам специалистов, уровень Мертвого моря может уменьшиться на треть. Аральское море. Раньше это было крупное, бесточное соленое озеро, которое находилось на границе Узбекистана и Казахстана. В 60-х годов прошлого столетия уровень моря начал значительно снижаться из-за использования воды для орошения и других нужд Узбекистана, Казахстана и Туркмении. В 1989 году Аральское море, которое было четвертым по величине внутренним водоемом Земли, распалось на два моря – Северное и Южное. В 2014 году Южное море полностью высохло. Все это привело к перемене климата, он стал более засушливым. На месте Аральского моря появилась песчано-соляная пустыня Арлкум. Из-за солевых отложений на дне, которые состоят из яда химикатов и удобрений, находиться там стало опасно, ведь дышать этим воздухом постоянно вредно для здоровья. Сильные ветра поднимают более 70 миллионов тонн соли ежегодно и разносят их на огромные расстояния. Так яда химикаты были обнаружены в Гренландии, Норвегии, в Белоруссии и даже в крови антарктических пингвинов. Высыхание Аральского моря отразилось на всем, сократилась площадь тростниковых зарослей. Исчезло около 50 крупных озер, существенно снизилось разнообразие видов живой природы, соленость воды в оставшихся водоемах, закрылись порты, вырос уровень безработицы. Каспийское море. Глобальное потепление способствует увеличению уровня Мирового океана. А вот моря и озера высыхают. Каспийское море уменьшается быстрыми темпами. По прогнозам ученых, уровень моря может упасть от 9 до 18 метров уже к концу 21-го столетия. После этого практически вся территория северного шельфа Каспия испарится. При максимальном падении уровня моря до 18 метров более 30% площади Каспийского моря исчезнет. Такие последствия снижения уровня моря могут быть настолько же опасными, как и глобальное увеличение уровня океанов. И если ничего не начать делать, окружающая среда серьезно пострадает. Практически 99% потомства Каспийского тюленя растут на льду на севере Каспийского моря. Но, к сожалению, по прогнозам ученых, если ничего не предпринимать, весь лед и вся северная часть Каспия исчезнет. Ежегодно уровень воды уменьшается на 6-7 сантиметров. Пострадает не только животный мир, местная экономика будет под угрозой, ведь она напрямую связана с морской торговлей и рыболовством. Озеро Чад. Это древнее реликтовое озеро находится в Африке, на границе Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии. В 60-х годах 20-го века площадь Чада была 26 тысяч квадратных метров. Чад находится практически в самом засушливом месте нашей планеты, но основная причина его пересыхания – существенное увеличение количества воды, необходимой для хозяйственных нужд. Еще одна причина – это засорение твердого стока рек, которые впадают в Чад, и изменение климата в этом регионе. Еще Николай Гумилев восхищался красотой этого озера и даже написал стихи об озере Чад. Сегодня это озеро может исчезнуть. Для озера характерно колебание уровня воды. Иногда случались естественные высыхания, но со временем все приходило в норму. Сегодня все изменилось из-за вмешательства человека. Число местного населения увеличивается, потребность пищи возрастает, местное население все больше использует воду из озера для орошения полей. Если озеро высохнет, это станет настоящей экологической катастрофой, ведь в озере обитает африканский ламантин, который находится на грани исчезновения. К озеру постоянно прилетают множество птиц и приходят животные. Для местного населения наступит гуманитарная катастрофа, если озеро исчезнет. Озеро Урмия – это бесточное соленое озеро, которое находится в Иране на Армянском Нагорье. Раньше оно занимало территорию 140 километров с юга на север и 85 километров с востока на запад. В 1984 году площадь озера Урмия составила 6000 квадратных километров. На сегодня его площадь сократилась до 2000. Ученые полагают, что основная причина уменьшения озера – неразумное использование воды для ирригации, постройка плотины на реках, питающих озеро, а также сильная засуха в этом регионе. Еще шесть лет назад, по оценкам специалистов, это озеро должно было стать болотом, поэтому его судьба сейчас под большой угрозой. Площадь Урмии уменьшилась более чем на 70%. Урмия – озеро бесточное, поэтому уровень воды снижается из-за испарения. 13 рек, питающих озеро за последние годы, серьезно высохли. Еще уровень воды снижается из-за небольшого количества дождей, понижения грунтовой воды и повышения температуры в этом районе. Сегодня экосистема озера находится под угрозой. Уменьшение воды превратило озеро в Солончак. Это не может не отразиться на флоре и фауне биосферного заповедника озера Урмия. Большое соленое озеро. Это озеро находится в США в штате Юта. В честь этого озера была названа столица зимних Олимпийских игр в 2002 году – Солт-Лейк-Сити. Раньше более 30 тысяч лет назад озеро занимало площадь 58 квадратных километров. Сегодня озеро стало Солончаком и занимает территорию всего 6000 квадратных километров. Уровень воды в котором зависит от сезонности. Ученые, экологи и местные власти пытаются сохранить озеро, но в 2016 году специалисты дали неутешительные прогнозы, что уровень воды постепенно уменьшается. Озеро Фагибин. Озеро, находящееся в Мали, в 20 веке было одним из крупнейших озер в Западной Африке. В регионе процветало рыболовство, животноводство и сельское хозяйство. Площадь озера составляла 600 квадратных километров. Долгие засухи и нерациональное использование воды привело к тому, что к 1990 году это озеро практически высохло. За последние десятилетия озеро потихоньку восстанавливается и благодаря регулярным осадкам восстановилось на 7%. Озеро Солт-Эн-Си. Озеро Солт-Эн-Си находится в Калифорнии. Еще в начале 20-го столетия его площадь составляла 888 квадратных километров. Это был своеобразный оазис среди пустыни Сонора. Здесь обитали более 400 видов птиц, и озеру было присвоено звание природного заповедника. Наступивший период сокращения осадков совпал с развитием прибрежных зон. Также на качество воды в озере оказывал влияние сток удобрений и химикатов с полей по соседству. Все это привело к тому, что к началу 2000-х годов вода в озере стала на четверть солонее, чем вода Тихого океана. Все это не могло не сказаться на количестве популяции организмов, обитающих в озере. На сегодня озеро Солт-Эн-Си и дальше продолжает испаряться, нанося вред здоровью людей. Ученые полагают, что такими темпами озеро сократится на 60%, а за 15 лет соленость в озере увеличится втрое. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, Калифорния уже инвестировала почти 400 миллионов, чтобы сохранить озеро. Так, из реки Колорадо было закачано в Солт-Эн-Си около 100 миллионов квадратных метров воды. Каждый случай высыхания водоемов разный, но имеет общие черты. Как видим, без антропогенной деятельности человека не обошлось. И если с природными катаклизмами водоемы справлялись и восстанавливались, то деятельность людей несет в себе необратимые последствия.